Эксперт Уикенд. Комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артёмом Остапенко. Всем привет. Вы смотрите и, главное, слушайте АРУ-ТВ, потому что это наш подкаст-формат с Артемием Троицким. Здравствуйте, Артемий Кивы. Здравствуйте, дорогой Артём. Я когда услышал эту новость, конечно же, первая мысль у меня была, что надо поскорее обсудить её с вами. Я имею в виду, что Боб Дилан продал права на все свои произведения музыкальные компании Sony Music, получив там что-то в районе 150 миллионов долларов вроде как за это всё. Как вы вообще оцениваете? Ну вот человек взял на старости лет и, значит, заимел одновременно столько денег. Ну, смотрите, ребята, значит, эта история, она не новая и происходят сейчас вот эти распродажи прав знаменитых артистов и музыкантов сплошь и рядом. Значит, тот же Боб Дилан ещё год назад продал за 300 миллионов долларов компании Universal Publishing свои права по паблишингу. Значит, теперь тот же Боб Дилан продал за, кстати, неизвестную сумму денег уже права на свои записи. Он их продал компании Sony Music, за сколько денег точно не сообщается, это коммерческая тайна, но говорят, что это точно девятизначная сумма. Предполагают, что это где-то в районе типа 200, 300, 400, может быть, до 500 миллионов долларов. Значит, тут надо, это уже такая профессиональная штучка, но знать, тем не менее, полезно. Надо знать разницу между паблишинговыми правами и правами на записи. На мой взгляд, права на записи намного важнее. Почему я, собственно, и думаю, что вряд ли, если 300 миллионов стоил паблишинг, то всего 150 миллионов стоят права на записи. Права на записи – это, собственно говоря, то, что мы реально слышим. То есть это права на то, чтобы выпускать пластинки на аудионосителях, там, и на виниле, и на компактах, на кассетах и так далее. Это же права на всевозможные стриминги, на продажу треков в интернет-магазинах типа iTunes и так далее. То есть фактически все, что Боб Дилан записал, начиная с конца 50-х годов, и по сей день, значит, всеми этими правами, теперь владеет фирма Sony. И надо сказать, что это абсолютно справедливо, потому что фирма Sony выпустила почти все альбомы Боба Дилана вот за почти что 60 лет. Это даже более чем 60 лет. То есть это справедливая история. Вот если бы это купил кто-то еще, тот же Universal, это было бы немного обидно, потому что отношения Дилан и Sony, они такие долгие и довольно крепкие. Ну вот, значит, почему это происходит? Это происходит по той простой причине, что старая музыка пользуется огромным спросом. Это и Боб Дилан, это и... Сейчас очень многие продали эти права. Да, кстати, я совсем забыл сказать, значит, по поводу паблишинга. Значит, права на паблишинг, они не имеют отношения к записям и аудионосителям, они имеют отношение к текстам и нотам. То есть в первую очередь доход от паблишинг прав, которые Дилан вот загнал год назад Universal, это в первую очередь, значит, если данные песни выпускаются в виде нот, если они используются в рекламных роликах, на телевидении, в кино и так далее, но не выходят на пластинках. То есть таким образом Дилана как бы поделили. Вот, что теперь будет, например, если выйдет какой-нибудь фильм с музыкой Дилана, деньги за которые получит Universal, а потом Sony захочет издать музыку с этим фильмом на диске, вот я не знаю, по-видимому, они будут тогда за эти права или драться, или как-то их делить. Вот, но это очень популярная тенденция, и многие знаменитые артисты, ну и суперзнаменитые, как Боб Дилан, менее знаменитые, это уже произошло там и с Полом Маккартни, и с Элтон Джоном и так далее. Они сейчас продают эти свои права. Ну, им, естественно, хорошая прибавка к пенсии, вот. А вот всем этим гигантам шоу-бизнеса это тоже для них очень и очень выгодно, по той простой причине, что эти классические рок-песни, поп-песни, они продолжают пользоваться огромным спросом и вызывают у народа гораздо более теплые чувства, чем всякая современная дребякина. Так, какова перспектива у современных музыкантов вот так вот за свое честное творчество, за свои таланты взять и одним разом рубануть хорошенькую сумму в несколько миллионов хотят? Я думаю, что на данный момент шансы эти очень высоки, ну, то есть продать, естественно, они могут. Вот я не думаю, что им за это дадут много денег, потому что песни того же Боба Дилана или Битлз, или Роллинг Стоунс, или Лед Зефлин, они уже прошли испытание временем. То есть все уже знают, что эти песни не стареют, эта музыка любима уже несколькими поколениями, соответственно, ее можно будет спокойно продавать. А вот что будет даже через какие-нибудь несчастные 10-15 лет с творчеством, скажем, Кэнью Уэста, это большой вопрос. Я так думаю, что оно будет уже благополучно забыто. Поэтому вкладывать в него миллионы долларов, в общем-то, довольно рискованно. У кого-нибудь из российских музыкантов есть подобные перспективы, как вам кажется? Я думаю, что подобные перспективы, несомненно, есть у некоторых российских авторов. Но если говорить о живых людях, ну, в первую очередь, мне приходит на ум Юрий Антонов, приходит на ум Андрей Макаревич, приходит на ум, скажем, Женя Хафтан, группа «Браво», и, естественно, Виктор Цой. Вот. Если говорить о авторах предыдущих поколений и иных жанров, то это, в первую очередь, Владимир Высоцкий. Ну, Антонов этот список, вы как Антонов, как мелодист, наверное, да? Антонов, Антонов мелодист. И просто, если мы вспомним, что значительная часть авторских идет, скажем, в том числе и от использования в караоке, то Юрий Антонов – это один из абсолютных чемпионов по караоке в России. Хорошо. Ну, время покажет, как это все будет, но мы поняли, что для того, чтобы хорошо продать свою музыку, она должна настояться, выдержку временем такую, да, получить? Ну, в первую очередь, она просто-напросто должна быть талантливой. А если она будет талантливой, то есть хорошие шансы, что проверку временем эта музыка пройдет. Эксперт Уикенд Комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артемом Остапенко Вы смотрите АРУ-ТВ Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями АРУ-ТВ